что-то светлана нашим так ну смотрите я не знаю что со мной зайдет не зайдет наталья смотрите мы сейчас а будем с прорабатывать то есть сразу предупреждаю да то есть мы ведем видео вы сидите закрытыми глазами это видео открытое она может быть доступна для других участников для общественного просмотра скажем так то есть вас это не смущает вы на это согласны хорошо тогда рассказывайте все остальные звук выключают а вы тогда рассказываете то есть конкретное что за ситуация то есть вот вы реальный клиент вы пришли ко мне на прием как к психотерапевту и я с вами работаю то есть какая у вас проблема конечно потому что нужно же понять что за проблема может быть там и швар не годится мы с вами сейчас другую технику проведем то есть вот что у вас за ситуация хорошо разговор идет о моей сестре которая живет совсем рядышком со мной буквально следующий том и последнее время у нас с ней как-то мы друг друга не понимаем мы с ней еще ни разу не ругались голос на друга не понимали тем не менее чувствуется очень неприятно я чувствую от нее и я чувствую к ней то есть это взаимное это я точно знаю зависть есть у меня именно зависть что ей легко все дается наверно к юной внешности ну вот вот это вот главное такие что вот у нее то что то что к чему мне нужно идти мне нужно для этого делать 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 а то что ей нужно и как-то уже все само по себе складывается и так это вот ваше отношение к ней а я так поняла что вы сказали что вас взаимно то есть а у нее к вам какое настроение почувствовала я тоже что это не так я же говорю мы очень рядом живем очень тесный контакт а сейчас мы не скандалились друг другом но у нас очень сильно мы разошлись как вы держим такой станцию дистанцию потому что в данный момент вот как-то если мы сходимся то у нас что-то вот прям чувствуется что мы друг друга как будто кусать укусить хотим да вот каждый друг друга хочет немножко чем-то задеть чем-то вот но это моя сестра я ее люблю я не хочу этого я я хочу чтобы было как как раньше всегда было а сколько ей лет тридцать семь какие у вас точки соприкосновения то есть что вас объединяет как вы считаете у нас дети одного возраста у нас мужья очень хорошо общаются мы живем рядом мы работаем в одной сфере не на одной фирме каждая на себя работы в одной сфере ну мы сестры у нас родители родственники и в принципе друзья еще общаетесь друг другу в гости ходите вчера была в гостях на дне рождения племянницы а вот вы говорите вы работаете в одной сфере а может быть такое что вы друг друга воспринимаете как конкуренты есть такое у вас нет такого нет именно что работы касается точно нет именно что работы касается еще еще раз озвучьте вот то что вы по отношению к ней испытываете вы очень четко проговорили ваш взгляд что она испытывает по отношению к вам как она к вам относится ваше предположение я чувствую я думаю я думаю что она видит мои ошибки как мы как я там неправильно например воспитываю детей неправильно в ее глазах неправильно может быть время свое распределяю скажем так и она осуждает я это чувствую то есть вы думаете что она вас осуждает но она вам про это не говорит понятно а в чем тогда состоит открытая часть не закрытая это вы сейчас только ваше предположение озвучили и ваши внутренние чувства вы когда нибудь говорили в лицо что ты знаешь там сестра я тебе завидую тебе слишком легко все достается нет не говорили то есть вы свои чувства не проговаривали вы это держите в себе а что у вас было из открытых каких-то конфликтных ситуаций которые вы проявляли поспорили из-за чего-то нет как-то мы держимся если если я не доводим до этого как только к этому подходит мы наоборот расходимся но вот для того чтобы какой-то что-то такое было не допуская ни она ни я кто выступает инициатором ваших встреч сближения например кто первый звонить другому и кто выступает инициатором того чтобы разойтись в конфликтной ситуации в назревающей я думаю приблизительно одинаково может когда-то одна какая-то другая вот конкретно так нету чтоб кто-то она как-то в пространстве и вот именно в облике в своем в жестах в мимике словах проявляет к вам негативные эмоции вот исходя из чего вы думаете что она вас осуждает то есть например ну можно не сказать но например посмотреть там ну ты дура головой покачать хмыкнуть или там ну то есть мы это не говорим но это подразумевается что в ее поведении послужило для вас причиной что вы считаете что она вас осуждает какие проявления ее ну вот такие мелочи как например предложили выпить алкоголь я говорю я не буду ну ну и жалко хоть бы могла повеселиться иногда ну как бы намек на то что ну что ты такая тут сидишь скучная а я веселая ну или дает понять что а я вот а я стараюсь помоложе всегда выглядеть а я вот надо так ну как-то дает такие тонкие намеки ну вот так я не знаю можно сказать что она старается как-то прихвастнуть перед вами чем-то но не можно сказать а точно то есть помимо того что она вас осуждает она пытается возвыситься на вашем фоне правильно я я это как чувствую я это просто вы это не озвучили это вот я сейчас проговорила исходя из того что я от вас услышала так понятно и какого ваше отношение к этому что вы испытываете на эти эмоции злость сразу же в моменте в процессе но например вот она вам сказала ну могла бы ты выпить а то такая типа скучная грустная я веселюсь у вас сразу подкатывает вот это вот эмоция но вы сдерживаетесь вы ничего не говорите вы молчите а бывает такое что вы например первая ей что-то говорите делаете какое-то замечание а она сдерживается бывает такое а я тоже чувствую что я иногда ее кусаю я тоже чувствую что я иногда приведите пример вот вы сейчас мне привели два примера со своей стороны что вы ей такого говорили неприятное в результате чего она например сдержалась сейчас секундочку попробую стонуть на быструю что-то ничего не вспоминается ну вот например мы вчера были на дне рождения и там у нас уже дети взрослых что у нее что у меня и парни парни юных дочерей да и она так немножко с ними все подшучивала подшучивала и я точно не помню как я дословно сказала ну типа я сказала надоело ты уже им ну конечно могла бы и не сказать ну как она отреагировала на вашу фразу я видела по глазам что это неприятно она приняла то есть вы ее по сути покритиковали она эту критику приняла на после вашего вот этого замечания перестала себя так вести или продолжила и нет продолжила продолжила то есть а вы после того как она делает какие-то критические замечания продолжаете себя вести также на сколько она младше вас на три года если смотреть в детство уйти в детство когда вам например было 10 лет есть 7 вам 15 и 12 были ли вы для нее авторитетом я не знаю я знаю что навсегда в данный момент она никогда не рассказывала чтобы она не завидовала или что вот что касается детства или или что касается юности не всегда казалось что там или папа с мамой больше для меня ну или там вот что-то это очень даже часто прослушивать слышится меня такого я не чувствовала чтобы кому-то больше мне или сестре я такого никогда не чувствовала я правильно вас сейчас услышала что вам кажется что в детстве она могла вам завидовать я это знаю она это говорила на это озвучивала а сейчас получается ситуация наоборот вы завидуете в чем-то во внешности в ее успехах и так далее да выходит так теперь ага только что потому что я это сказала или вы к этому пришли только что потому что вы это озвучили ага так а теперь посмотрите ваше отношение в детстве к ней как вы ее воспринимали как конкурентку которая появилась у ваших единственных родителей как знаете это бывает младший ребенок рождается и родители на нее переключать все внимание или как например абузу вас заставляли постоянно ее с собой таскать там вы идете в гости возьми с собой сестру или вы например ее всегда защищали любили для нее старались сделать какое у вас было к ней отношение у нас в принципе в детстве очень хорошее отношение но так как я старше была наверное я иногда этим пользовалась тем не менее мы с ним были лучшие подружки детстве мы очень много друг другом играть мы дрались конечно но в принципе мы очень у нас хорошие были чем именно вы пользовались вы говорите я этим пользовался что старше что вы делали по отношению к ней сейчас именно пример какой-то надо да ну вот может быть скажем качеля я быстрее я быстрее на качелю запрыгнула потому что я быстрее добежать например да то есть в детстве вы ее в чем-то превосходили ну наверно в остроте например или там ну что-то вам досталось по по старшинству и то есть опять таки смотрим в детстве вы ее в чем-то опережали и она вам завидовала а сейчас получается она вас в чем-то в работе ей быстрее достается в красоте то есть если мы посмотрим с позиции кармы то то чего она испытывала в детстве и она обижалась может быть на вас что вот из за того что она старше самое лучшее и достается она быстрее меня успевает и так далее может быть там во время когда вы уже юношеский возраст достигли на вас мальчики смотрели а на нее как на гадкого утенка еще не смотрели то есть она вам завидовала вот а сейчас вы повернулись то есть сейчас на данном отрезке времени вы испытываете такие эмоции как которые она испытывала к вам и наоборот выходит а вот и выходит что вы раньше на нее снисходительно смотрели как на младшую ты маленькая ты глупая ты не понимаешь а сейчас она на вас то могла бы и и с этим справиться и разобраться и сделать так же как я чушь ты это так не сделала то есть вы понимаете что вы сейчас но повернулись на 180 градусов по отношению друг другу что мы сейчас видим то есть даже вот просто мы поговорили что это типичная работа для техники зеркала когда вы вот это вот сейчас все понимаете на уровне логики и говорите что я благодарна богу и мирозданию за то что я могу в этой жизни отработать эту карму по своему отношению к сестре что если я в детстве была неправа и как-то и ущемляла из-за своего более старшего возраста то сейчас я испытываю те самые эмоции которые она из-за моих каких-то неправильных действий когда по полочкам все разложилось да теперь сейчас закрывайте глаза александр дряхлов выключите звук очень мешает шуршание кто шуршит сейчас закрывайте глаза и начинайте ох у меня тут два человека висят и начинайте дышать вы глаза не открывайте наталья мы сейчас с вами начинаем работать глубоко вдыхайте носом и глубоко выдыхайте ртом глубоко вдыхайте носом и глубоко выдыхайте ртом фокусируйте ваше внимание на кончиках пальцев ног расслабляются пальцы ног расслабляются стопы расслабляются голени расслабляются бедра расслабляются ягодичные мышцы расслабляется живот расслабляется грудь расслабляется спина расслабляются мышцы рук вы глубоко дышите слушайте мой голос и прямо сейчас вы видите себя во вчерашнем дне это ситуация где ваша сестра смеется или подзевает женихов своих дочерей и вы видите и находитесь в этой ситуации с позиции вашего тела то есть вы находитесь в своем теле вы оглядываете всю обстановку вокруг вы видите себя сверху вниз как будто вы смотрите на свое тело сверху вниз вы видите ваши ноги руки ваше тело вы видите вашу сестру вы видите предметы и других людей которые окружают вас прямо сейчас вы находитесь в этом моменте в этом эпизоде и прямо сейчас вы видите вашу сестру рамина отключите звук вы видите вашу сестру и вы видите как она поддевает или смеется или шутит с женихами и у вас в связи с действиями вашей сестры возникают какие-то эмоции какие-то чувства на ее вот это вот поведение проговорите что вы сейчас чувствуете какие эмоции вы сейчас испытываете злость прямо говорите я чувствую злость я чувствую злость так еще что все нюансы все оттенки я чувствую зависть на что именно к чему зависть к ее на легкости вы завидуете тому как легко и непринужденно она ведет с ними беседу и шутит правильно так еще все нюансы эмоций доставайте какой-то груз груз прям такая тягость 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 от чего от того что вы так не можете себя вести да наверное прислушайтесь загляните во внутрь себя и прям спрашивайте что за груз что за тягость с кем это связано тяжелое на подъем так хорошо еще что вы как музыкант перебираете струны вашей души и прям представляете что вы ощущаете вот какую-то темноту сначала была тяжесть а теперь какая-то темнота почему 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 это темнота так хорошо вот то что вы сейчас произнесли вслух вы это произнесите ей и скажите сестра вот когда ты себя так ведешь я чувствую твоей незначально я чувствуюllie я чувствую тяжест проговаривайте прям в слух уговорите сестра когда ты себя так ведешь я чувствую зависть я чувствую злость я чувствую тяжесть я чувствую темнот своей душе я завидую тебе то что ты так легко и непринужденно себя ведешь я завидую тебе что-то так легко и непринужденно себя ведешь так хорошо и теперь вы переходите в позицию вашей сестры визуально вы можете представить как будто вот ваше тело в котором вы стоите она так и осталось стоять а вот ваш разум как сгусток разума вышел как бы из тела со стороны спины как будто вы клонировались клонировались более тонком состоянии и перешли в тело сестры и вы вот уже внутри и прям вы как в комбинзон вошли в ее тело и вот вы стоите напротив нее вот вы видите себя глазами сестры как вы одеты какая вас мимика какие у вас жест вы понимаете что вы за ней наблюдаете то есть вы как старшая сестра наблюдаете за младше в то время когда она шутит и общается с женихами своих дочерей и вот теперь с позиции сестры как вы себя чувствуете до того момента как вы как старшая сестра произносите вот эту фразу что ты ей ты им уже надоело вам как сейчас легко свободно весело вот в каком состоянии вы сейчас находитесь когда вы шутите как вы себя чувствуете легко счастлива так семья собралась это хорошо и тепло а а почему бы не подшутить хорошо а теперь сфокусируйте ваше внимание вы как младшая сестра посмотрите сейчас на свою старшую и скажите как вы к ней относитесь что вы по отношению к ней чувствуете жалость жалость к чему вот в этот момент когда вам хорошо вам весело вам легко почему вы испытываете к старшей сестре жалость то что она не может открыться то что она сжатая так то что она тоже может может но не делает так хорошо теперь вы выходите из младшей сестры возвращаетесь опять свое тело и говорите ей вот то едкое замечание которое вы сказали прям берете есть сейчас говорить вы на нее смотрите то есть вы перед собой визуализируете удерживаете образ младшей сестры и говорите что ты им уже надоело своими шутками произносите эту фразу надоело уже своими шутками да вот с той же интонации с какого это делали вчера так и вот в этот момент когда вы произносите эту фразу что вы чувствуете какие эмоции вы ощущаете что я как змея ее хочу укусить ядом ага так еще что может быть какое-то превосходство или вас отпустило вы расслабились что вы чувствуете кроме как вот что я как змея хочу укусить ядом вы уже ее укусили то есть вы укуснули вы ей сказали вот такую вот неприятную фразу после того как вы сказали что вы чувствуете вы уже это сделали что она счастлива и не надо нет 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 вы сейчас ее не чувствуете вы ее не трогаете вы после того как вы сказали вот вы сейчас выкинули вот это да из вас вот это жаба выскочила вы что чувствуете ну вот как например вы подходите в драке даете оплеуху И вы чувствуете себя победителем. Вы довольны, вы начинаете гордиться собой. Вот после того, как вы выплюнули гадость, что вы чувствуете? Вот гадко как раз-таки, как змея. Не победителем, а скорее гадко, как змея. То есть вы вот это выплюснули и чувствуете, что вам хуже стало, гадко стало. Да, это не хорошо, это плохо. Так, попробуйте еще повытаскивать эмоции. Кроме того, что вы поняли, что вы сказали, что это гадко, что еще вы чувствуете? Вот опять-таки же какой-то вот серость, какую-то тяжесть, какое-то черное все, тяжелое. Так, хорошо, хорошо, очень хорошо. Теперь выходите опять из себя, переходите в позицию сестры, младшей. И вы сейчас в позиции сестры, в теле сестры, своими ушами слышите, как вам старшая сестра говорит, что ты им уже надоелась своими дурацкими шутками. И что вы теперь, как младшая сестра ощущаете, вот после вот этой фразы, что вы чувствуете? Что я только что была окрылена счастьями, а мне как будто бы как пощечину дали, а зачем, почему и за что не поймут. То есть прилетела такая вот фраза неприятная, хотя вы вроде бы ничего плохого и не делали. Опишите эмоции. Вы сейчас сказали действия, а эмоции, например, я... Беззащитность. Ага, отлично. Обида, растерянность. Как бы что приземлили меня так вот. Я только что была окрылена, а меня так вот раз и... Только что летала, а меня вот посадили. Угу, хорошо. Возвращайтесь к себе в ваше тело. И вот теперь мы смотрим вот эта вот темнота, вот эта тяжесть. Теперь попробуйте просканировать ваше тело, как вот вы смотрите на страницу анатомии, учебника анатомии ваше тело. В каком-то органе, может быть, вы увидите какую-то черноту, темноту, может быть, какой-то сгусток тумана. Может быть, какая-то слизь липкая. Я вот чувствую под сердцем что-то. Угу. Сгусток какого-то темного. И тяжелый-тяжелый груз на плечах. Так. И вот смотрите, что вы теперь делаете. Вот вы, та, которая стоит в вашем теле, да, вот вы же, вы протягиваете вперед ваши руки и видите, что на руках золотые перчатки. Вы вот в вашем тонком ментальном теле наклоняетесь вниз, прям вот как поклон, как будто делаете, и перчатками снимаете с плечей вот этот вот груз. Визуализируйте, что выглядит это как будто вот вам такой пласт глины положили. И вы его формируете в шар. Взбиваете в такой комок, взбиваете. Взбиваете в шар. И из сердца достаете тяжесть, которая у вас есть под сердцем, и соединяете вот с этим глиняным шаром. Угу. И сейчас представляете, что вот все негативные эмоции, которые у вас есть к сестре и были, вот вы все их сейчас вынули из себя, трансформировав вот в этот глиняный шар. Вы вытащили из себя негатив, который у вас был по отношению к сестре. И теперь вам этот шар нужно трансформировать во что-то благостное. Глину, например, превратить в золото. И вы визуализируете, вы держите в своих золотых перчатках этот шар и делаете некую такую мысленную задачу и трансформируете. Глина начинает лопаться, как яичная скорлупа. Лопаются, и чешуйки осыпаются прямо на землю. А под глиняным шаром образуется золотой. И вот этот золотой шар, вы прямо его держите своими золотыми перчатками и, глядя на него, вы понимаете, что вот то, что было плохое у вас по отношению к вашей сестре, вашим желаниям, чувствами, мыслями, вашим намерением, вы трансформировали в светлое. Вся шелуха, вот эта грязь, она отвалилась, как глиняные чешуйки. И теперь вы берете этот золотой шар, вы вставляете его себе в грудь, в сердечную чакру, в анахату. И поворачиваетесь к вашей сестре и смотрите на нее. Делаете глубокий вздох сейчас. Выдох. И смотрите на вашу сестру. Что вы сейчас испытываете после того, как прошла трансформация? Какие вы мысли, эмоции, чувства ощущаете по отношению к сестре? Ну вот этот вот шар, который золотой во мне, он мне дает много любви и тепла. Я бы хотела им поделиться своей сестрой. Отлично. Как вы можете это сделать? Вот мне прям так охота руками ей это передать. Хорошо. Вы можете представить, что вы прям взяли и этот шар разделили на две части. прям клонировали. И передаете ей вот этот вот шар. Она его берет себе. Вы с ней делитесь. И она его вставляет к себе в сердце. И то, что вы чувствуете по отношению к ней, те же самые эмоции, теперь она чувствует по отношению к вам. Проговорите их вслух. Что вы ощущаете сейчас к сестре? Тепло. Улыбку. Желание обнять. Желание проводить вместе время, так как мы раньше проводили много времени. Хорошо. Любовь. Угу. Вот это вот как раньше у нас было друг к другу. Это вот как магнит, что у нас друг к другу тянуло. Угу. Хорошо. Ну вот так. Хорошо. И прямо сейчас проговорите технику зеркала. Вот эти вот четыре аффирмации по отношению к сестре. Хорошо. Вы мне можете помочь? Своими словами. Что я тебя прощаю. За то, что ты мне когда-либо желала плохого или делала плохое в мою сторону. Я тебя прощаю за то, что ты для меня делала. Угу. Я благодарю тебя за тот урок, за те чувства, которые я испытала. Потому что ты в свое время испытывала такие же чувства, которые я пускала в твою сторону. Я благодарю за тот урок, который ты мне дала. Потому что я прочувствовала то, что когда-то я тебе сделала. Когда-то я тебя сделала. Да, я благодарна тебе за это. Я благодарна тебе за это. Я люблю тебя. Люблю Бога. Я люблю тебя. Я люблю тебя, Господь. Да. Хорошо. И вот теперь зафиксируйте в себе вот это вот ощущение. То есть вы изменили свое отношение к сестре, к самой себе. Понимание своего отношения к сестре вы изменили. И вот попробуйте его сейчас заякорить в вашей психике, запомнить это. Сейчас видео через несколько секунд закончится. А вы, пожалуйста, в этом состоянии еще посидите и прям углубите себе его. Прям пропишите. То есть я прописываю вот это вот состояние свое по отношению к сестре. Потому что все, что исходит от меня, это есть...